Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами еще раз о вершинной гнили томатов. Почему еще раз? Потому что, в принципе, на канале Процветок по прошлогоднему сезону у нас есть выпуск, который говорит о том, что вершинная гниль томата часто связана с нехваткой кальция в растениях, и именно нехватка кальция вызывает это заболевание. И как правильно подкармливать с помощью кальция наши растения. Вот здесь у меня в руках банка с 9% уксусом, и вот здесь вот болтаются скорлупки от яиц. Я всегда имею в запасе на кухне вот такую вот банку, наполненную уксусом. Когда использую яйца, разбиваю, то в эту банку бросаю, 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 бросаю эти скорлупки, они здесь постепенно растворяются, благодаря чему кальций превращается в ацетат кальция, становится высоко доступным хорошим удобрением кальциевым для растений, которое можно хорошо как следует разбавлять и опрыскивать растения, а также проливать. Для того, чтобы наносить его поверхностно, нужно взять стакан вот такого вот раствора и разбавить в 10 литрах воды. Такой раствор можно наносить как поверхностно по листу томата, так и буквально по пол-литра-литру, в зависимости от вашей ситуации, вносить под корень. Вот в такое пол-литра уксуса, примерно в таком количестве, можно растворить порядка двух десятков скорлупок. Ну, от яиц, от двух десятков яиц. Это насыщенный, сильный раствор ацетата кальция, получается концентрированное очень кальциевое удобрение, которое превосходит по своим свойствам, гораздо превосходит и кальциевую селитру, и другие кальциевые удобрения. Ну, можно взять мел вместо скорлупок, но скорлупки это просто как вариант, потому что они у нас есть, они на кухне у каждого копятся, и вместо того, чтобы их выбрасывать, их очень рационально вот таким вот образом использовать. А просто будучи закопанными в землю, они, к сожалению, не работают. Можно в интернете часто услышать, ну, не то что часто, но в последнее время, услышать советы, касающиеся использования гашеной извести, растворов гашеной извести для подкормки томатов. Пожалуй, эта идея борьбы с вершиной гнилью является еще более неудачной, чем использование крепких зольных растворов. Почему? Потому что внесение гашеной извести в почву сразу же заблокирует вам фосфор, доступность фосфора уменьшится очень существенно. Таким раствором с целью профилактики дефицита кальция, профилактики килы капусты, профилактики вот этой проблемы, когда кочаны не собираются в плотные кочаны, вот эти проблемы решаются на капусте. Почему? Потому что там, а, проблема с келлой, б, там проблема с повышенной кислотностью почвы, и там нет такой проблемы острого дефицита фосфора, потому что фосфор остро-дефицитный является для тех культур, у которых мы потребляем плоды, плоды, наполненные семенами. Именно здесь, в плодах, этот фосфор нужен очень сильно. А вот кочан в этом смысле гораздо менее требовательен к фосфору, поэтому мы также рекомендовали использовать для нейтрализации почвы насыщения кальцием такие растворы, но только в отношении капусты и тех овощей, у которых потребляемой частью не являются плоды. А вот что касается плодов, то здесь как раз можно наделать беды, если использовать такие известковые растворы. Не используйте их, а если вы соберетесь их использовать, то обязательно гасите их уксусом. На ведро воды вам понадобится, по крайней мере, столовая ложка негашеной извести, и по крайней мере, 2-3 стакана 9% уксуса. Пены и пузырей там не может быть, если известь была качественной, потому что карбонатов там нету, которые превратятся в углекислый газ. Поэтому вы не увидите никаких реакций, или они будут очень слабыми, если эта старая известь и часть извести уже превратилась в мел. Уксус позволит защитить фосфаты в почве и не даст им превратиться в нерастворимые формы. Ещё один совет по профилактике дефицита кальция на томате с целью профилактики вершины гнили, но не только на томате, и на кабачках, и на перцах, на баклажанах, на арбузах, на дынях, на многих других овощах, когда кончик загнивает. Это всё может быть одна и та же проблема. Ещё один совет, касающийся подкормок, это элемент, не знаю, почему, как бы мало про него говорят блогеры, это подкормка обыкновенным суперфосфатом. Дело в том, что суперфосфат содержит значительное количество кальция. Сам по себе суперфосфат – это соединение кальция и остатка фосфорной кислоты в растворимой форме. Это некий аналог монофосфата калия, только монофосфата кальция. Поэтому использовать вот этот способ подкормки суперфосфатом, будь то простой суперфосфат или двойной суперфосфат, особенно если вы его защитили уксусной кислотой, у нас есть об этом видео на канале про цветов, как правильно готовить фосфор для подкормок, суперфосфаты для подкормок. Это прекрасный способ насытить ваши растения кальцием и одновременно фосфором. Это то, что им как раз нужно в период плодоношения. Еще очень важным таким способом профилактики вершинной гнили является избавление от жары. Дело в том, что кальция может быть у вас в почве и достаточно. И вы можете лить его туда, бог знает, сколько соединений кальция, будь то суперфосфат или будь то какие-то меловые растворы, погашенные уксусом, зольные растворы, погашенные уксусом и так далее. И никакого толку. Почему? Потому что в случае жары, сильной жары, у вас нарушается всасывание самого кальция из почвы, будь его там хоть какое-то колоссальное количество. Для того, чтобы не допускать вот этого нарушения, надо, конечно же, как следует проветривать теплицу. Но что делать, если у вас в теплице 35, а снаружи 28, что, в общем-то, тоже довольно жарко для томата. В этом случае используйте такой способ, который, можно сказать, лежит на поверхности. Используйте слабые растворы димексида. Если вы будете добавлять пол чайной ложечки на ведро воды такого аптечного препарата, как димексид, он существенно повысит способность корней к всасыванию не только кальция, но и целого комплекса различных элементов питания. Когда жара, то и калий, и кальций, и микроэлементы очень плохо всасываются корнями. Поэтому для поливов используйте вот такой вот слабенький раствор, пол чайной ложечки димексида на ведро воды, опрыскивайте ваши растения даже в период плодоношения. Поливайте ваши растения пол-литра, литра, в зависимости от сложности ситуации на одно растение. Проливайте, и вы увидите, что ваши растения существенно оздоровятся, существенно эти дефициты у вас пропадут. Ну и, конечно, держите микрофлору в порядке. Используйте разбавленные растворы зелёного удобрения для того, чтобы не вызвать жирование томатов, не насытить ваши томаты нитратами. В то же время, чтобы обогатить почву органическим веществом с целью развития фосфатмобилизующих бактерий, используйте препараты фосфатмобилизующих бактерий, с тем, чтобы при фосфатмобилизации высвободился и кальций, и фосфор, и оба стали доступны для растений. Поэтому не используйте непогашенные уксусом известковые растворы, зольные растворы, используйте вот такие вот растворы яичной скорлупы, мела, извести, золы, погашенные уксусом, а также используйте растворы двойного или простого суперфосфата. Простой суперфосфат, кроме того, содержит еще и гипс, который является сульфатом кальция, тоже достаточно хорошим источником кальция для ваших растений. И слушайте, пожалуйста, грамотные советы, по крайней мере, как у доктора. Постарайтесь использовать несколько советов одновременно, послушать и выбирайте тот, который для вас окажется более квалифицированным и более обоснованным. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!